здравствуйте друзья проживающий в городе киеве что на украине молодой человек а ему 26 лет и он как бы такой уже состоявшийся типа он работает в продажах он зарабатывает 25 долларов в час и у него большое большое такое письмо я его скопирую там значит и что смогу дело в том что та часть которая по имейлу к вам приходит она не ограничена в объеме а та часть которая сохраняется под описанием к видео вот та часть ограничена по моему пятью тысячами знаков поэтому большие письма просто все не влезают ну сколько получится начнем напишу это письмо у кого есть силы читать но своими словами работает в продаже смотрит наш канал канал ему нравится он приобрел некоторое впечатление о соединенных штатах конкретно о кремниевой долине он даже считает что это вот я так говорю но я я как то не узнаю вот долину в том смысле в каком я это рассказываю но не важно вот значит он смотрит ему нравится и он как бы готов был бы временно там ну годика три может быть поработать даже вот тестером то есть не то что не грин карта есть вот этого нет но готов был бы года три поработать даже тестером имея ввиду что за это время накопить деньги какие-то и запустит свою компанию которая будет брать заказы на тестирование тестеров он поставит в киеве поскольку там подешевле то есть такой вот значит дешевле и соответственно будет много зарабатывать а там еще дальше у него такое вычисление идет он говорит что 25 долларов он и так получает поэтому ехать в америку там скажем и за 35 долларов в час а здесь все дорого как бы да ему смысла нет вот а смысл есть если допустим ехать уже хотя бы тысяч за 500 долларов в год вот тысяч пятьсот долларов в год он бы поехал это как бы для начала он конечно может три месяца и потерпеть три года потерпеть там ерунда всякой перебиваться до полмиллиона бон конечно вот так и он думает но может быть можно иметь какой-нибудь получить и пойти на работу в какую-то большую компанию но там вот вряд ли он там полмиллиона ему заплачен вообще этой области не очень знает и не уверен что там он может куда-то далеко там продвинуться у нас был пол школы смб и кстати вот так если посмотреть на людей ну не ну не полу там 30 процентов да так вот спрашивать совета значит там сложно ли бизнес открыть несложно пришел 30 долларов заплатил вот тебе регистрация а если хочешь корпорацию там зачем-то но вдруг ну вот там 800 долларов начни корпорации у тебя есть то есть чисто регистрация сложно ли раскрутить бизнес это зависит от способностей человека один раскрутил так и у него там много миллионные обороты а другой тыр-пыр и не получилось ничего но если человек в продажах если он как бы ощущает себя как бизнес человек то конечно почему нет ну я знаю людей нескольких которые такие компании раскрутили вот и они тестируют у них отделение по всей стране у них отделение по всему миру они там тестируют и конечно это достаточно денежный бизнес в принципе вот теперь что я еще хочу сказать я когда вот слышу как вам сказать вот эти вот фразы типа у меня все хорошо я хорошо зарабатываю там и так далее и я слышу это из москвы и из киева из новосибирска и хабаровская из там я не знаю чего петрозаводска и я не знаю кушка на границе с афганистаном значит вот какая фишка здесь я скажу анекдот старый советский анекдот как мужика наняли на работу сидеть на останкинской башни и высматривать когда наступит конец империализму и рапортовать значит ну и так вот сидит смотрит зарплату положили 200 рублей в месяц это были хорошие деньги по тем временам но так между делом он газетки журнальчики почитывает там работа такая ну и вычитал что на статуи свободы сидит человек и делает ту же самую работу он высматривает со стороны атлантического океана когда закончится рецессия экономическая и должен сообщить и получает он 2000 долларов в год в месяц ну и мужик соображает что это несправедливость социальная вот он значит по начальству и как же так за ту же работу чек 2000 долларов получать и ему начальник и тут и подумай сам да вот кончится рецессия и он работу потеряет а ты можешь всю жизнь на 200 рублей сидеть тебя никто не тронет понятно что империализм-то устоит так вот я к чему говорю я когда вот слышу эти разговоры я сейчас там получаю у меня все хорошо я там что такое в тот момент когда это рухнет а рухнет я не знаю у меня вот такое ощущение что обязательно рухнет как же она может гер bold если мы имеем дело с экономике построенной именно на 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 том на чем она построена мы-то знаем на чем она построена так же как же такая экономика может не рухнут она может какое-то время какое-то время продавать признаки жизни но в итоге то это же это же понятно чем закончится и вот ну кто із я я из общих соображений я не знаю там где он конкретно сидит и чем он там конкретно торгует ну понятно вы и да сколько мы видели этого боже сколько мы видели вот этих вот людей которые рассказывают что у них все стабильно проходит там совсем немножко времени они прибегают и уже что-то они хотят но он уже поезд ушел я не хочу как сказать в негативную зону заходить я просто говорю как я как я это воспринимаю как я на это реагирую уже вот через мой опыт через мой возраст через мое понимание жизни экономики там и и так далее вот все те люди которых я видел и которых я знаю вот за последние 20 лет там 25 которые вот там жили и которые мне говорили в какой-то момент что у меня там все хорошо я там никуда не хочу и так далее все до единого прошли через катастрофы через коллапсы через черт знает что вот поэт не знаю никого кто бы вот так я уже не говорю про тех кто погиб это отдельная история так вот я понимаю молодой парень 26 лет он как бы вот не было у него возможности наблюдать там скажем на протяжении 20 лет или скажем так самому лично участвовать а то что с другими людьми было это наше дело какое а то что было с родителями с дедушками с бабушками с теми кто на 10 лет старше поговорить с теми кто на 10 лет старше но это же дело такое у него все хорошо и иммиграция это не такое предприятие где тебе дают полмиллиона ну даже в перспективе либо ты вообще-то будешь сидеть дома и тебе твоих 25 долларов в час там в киеве достаточно за исключением может быть стоимости жилья вот ну или аренды жилья до в киеве я даже не что там дешевле чем вот на доллары чем в америке из того что ты купил бы в америке автомобиль американский или европейский в киеве дороже продукты питания те которые ты бы ел в америке или в европе они в киеве дороже то есть человек который допустим вот обустроен с жильем в сша вот так же как допустим может быть молодой чек обустроен в киеве я не знаю он на свои 25 долларов час гораздо больше купит в америке чем например в киеве чего ему давать то больше денег это на что он их потратить собрался то есть начать я не очень ерунда как и полно вот поэтому потом есть же еще допустим не знаю жена бывает чек а у него жена и жена тоже работает зарабатывает и вряд ли у него жена там допустим в киеве зарабатывает тоже 25 долларов час наверное это большие деньги я не знаю как он там из гривны пересчитал или он просто в долларах получает я не знаю но вот это вот как сказать пересчет 25 долларов в час или скажем 50 тысяч в год как у него видимо получилось у меня расходная часть в 10 раз меньше чем если я жил калифорния поэтому умножаем 50 тысяч на 10 получаем 500 тысяч это просто фундаментальная очень глубокое непонимание разницы в стоимости жизни так бы я сказал фундаментально хочешь сделать бизнес делай бизнес получится молодец не получится не получится полно было народу полного которые с разрешением на работу с green card и со всеми делами вот они хотели делать бизнес и ничего них не получилось а были люди которые не хотели делать никакого бизнеса вот как я например меньше всего в жизни мне хотелось делать бизнес в америке но так вынесла кривая и все я как бы даже я сейчас не считаю что этом делаю какой-то бизнес я я не в бизнес я не человек который в бизнесе ради бизнеса просто это образ жизни для меня и все вот мне нравится этим заниматься меня никто не нанимает на работу этим заниматься никто не предлагает там не знаю 120 150 там чтобы работать на этой работе на зарплату я может согласился бы я не знаю я конечно больше зарабатывают намного но как сказать ну так а бывали годы когда в минусе был когда из кармана докладывал набрал и сбережение зарплату сотрудникам платил такое тоже бывает поэтому как сказать нравится заниматься продажами занимайся продажами в америке люди которые успешно занимаются продажами в состоянии заработать абсолютно любые деньги абсолютно любые если ты умеешь заниматься продажами и я честно сказать абсолютно не уверен что продавать что-то например на украине вот там где конкретно молодой человек работает вот не знаю деталей но так из общих соображений это может оказаться принципиально отличным от того что и как надо делать например в соединенных штатах чтобы что-то удачно продавать так так мне кажется я не знаю если он умеет с людьми отношения налаживать и там брать заказы бери заказы я я даже скажу что может тебе не надо тогда самому их выполнять там тестеров сажать бери заказы раздавая людям да оставь себе там существенную часть от этого тебе даже не надо тестеров иметь тебе даже не надо самому быть тестером три года перед тем как ехать в америку да договорись с теми кто в киеве там тестируют они обязательно в киеве может во львове может харьков может сразу со всеми договорись там с пятью организациями которые вас будут брать заказы у тебя и все бедни бери дрянь такой бери хороших серьезных состоятельных и вот пожалуйста бери на них заказы хоть с первого дня чуть-чуть тестером работать вот если умеешь если это твое как бы и так далее поэтому всякая как сказать с одной стороны всякая забиральная идея она обречена вот такая как деление там пяти 50 там тысяч там на одну десятую и там получение полмиллиона совершенно забиральная штука но всякая лестничка она начинается с первой ступеньки поэтому как первая ступенька совершенно замечательно канал нас слушаешь молодец значит какие-то у тебя гипотезы возникают тоже молодец высказал вдвойне молодец понял что тебе в ответ сказали в тройне молодец и самое главное ответить на на вопрос каким образом ты окажешься в сша в качестве легитимного человека который имеет право и и бизнес делать и тестером работать и просто в стране находиться без того чтобы значит быть кандидатом на депортацию до через шесть месяцев после там попадания в эту страну когда закончится твоя туристическая виза вот собственно и такой у меня ответ молодому человеку я хочу сказать что он мне симпатичен что он молодой у него сил много энергии много он рвется куда-то и и это стоит в тысячу раз больше чем конкретная экспертиза в том или ином вопросе экспертиза приобретается экспертизу легко приобрести можно с кем-то поговорить можно книжку почитать можно шишек набить и будет у тебя экспертиза а вот когда ты рвешься в бой когда тебе хочется когда ты мечтаешь о чем-то вот этого если нет то нет и не откуда взяться и вот у нас много вопросов на канале как быть если нет мотивации или вот там сяду и сижу 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 а потом лягу и лежу 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 а потом встану и стою 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 а потом пойду и иду 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 давайте вот у нас очень много таких вопросов я получаю у него нет этой проблемы и вот я хочу пожелать парню успехов и чтобы он как бы молодость свой не профукал на как сказать на фантазии а чтобы он ближе к мечте и чтобы это мечта у него воплощалась как бы в ходе реальных каких-то действий ведущих к результату так что если в этом смысле там помощь какая совет или так далее я здесь и и как бы для меня нет большей награды чем ваши успешные действия в достижении вот этих целей счастлива